Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Не далее, как вчера, я раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за его угрозы перекрыть транзит российского газа в Европу. Вы задизлайкали это видео, с канала пошла отписка, а в комментариях многие написали, что, дескать, ты, Алексей, ничего не понимаешь. Лукашенко действовал по согласованию с Кремлем. Его угрозы, во-первых, повышают цены на газ в Европе, а во-вторых, способствуют скорому запуску Северного потока-2. Так вот, сегодня я хочу пояснить, почему, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к реальности. Давайте начнем с утверждения о том, что после слов Лукашенко цены на газ в Европе начали расти. Друзья, что вы называете ростом? Декабрьские фьючерсы подорожали менее чем на 2%. Где-то еще фигурировала цифра 7%. Я даже не вдавался в подробности, потому что и так видно, что 11 ноября на европейском газовом рынке не произошло ничего необычного. Просто полистайте новостную ленту и вы сами увидите, что, например, за 9 ноября общее снижение стоимости газа на бирже ТТФ составило 11,6%, а 8 ноября торги открывались ростом на 8%. Газовый рынок Европы сегодня крайне волатильный, цены колеблются под влиянием тех или иных факторов. И в тот момент, когда Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал Европа, произошло еще одно событие. Поставки газа по этому самому газопроводу снизились более чем на треть. На цены повлияло прежде всего это. Эффект от слов Лукашенко, если и был, то он был мизерным и к моменту записи этого ролика уже не ощущается. Вот вам другой интересный факт. На следующий день после заявления Лукашенко Алексей Миллер сообщил, что до конца этого года Газпром собирается перевыполнить план по транзиту газа через Украину. И цены сразу немного снизились. То есть, что получается? Сперва по согласованию с Кремлем Лукашенко дает рынку негативный сигнал, а потом Миллер дает рынку позитивный сигнал. Вам не кажется, что это немного странно? Я уже не раз говорил, Газпрому не нужны сверхвысокие цены на газ в Европе. Если бы они были нужны, Путин не проводил бы рабочее совещание по энергетике, после которого цены рухнули на 600 долларов буквально за несколько часов. У Газпрома реально есть возможность изменить расклады на европейских биржах, но такая задача перед ним не стоит. Ну и по поводу Северного потока-2. Неужели вы думаете, что после угроз Лукашенко в Германии кто-то зашевелится и ускорит сертификацию этого газопровода? На него замыкаются интересы России, Соединенных Штатов, Германии и еще всяких украинцев, прибалтов, поляков. При всем уважении к Александру Григорьевичу его слова здесь ничего не поменяют. Особенно после заявления Пескова о том, что Газпром свои контрактные обязательства выполнял и выполнять будет. Вам это может не нравиться, но это официальная позиция Москвы, а не чьи-то домыслы. Короче говоря, не надо искать скрытый смысл там, где его нет. Это все, что я хотел сказать. Свои возражения, замечания оставляйте в комментариях. Ну и напоследок, если вы не перевариваете никакую критику в адрес Лукашенко, если вы думаете, что я участвую в какой-то информационной кампании против него и мне за это платит Газпром, то не надо себя мучить. Просто отпишитесь от нашего канала. А всем остальным скоро увидимся.